Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижи Курбановой. Коротко о главных событиях этого выпуска. Соответствуют ли махачкалинские рынки требованиям законодательства? О развитии торговли в республике и трансформации рыночной экономики говорили на заседании под предводительством Шамиля Исаева. Горный перевал. Такое название носит фильм, который сняли дагестанцы. О чем он, кто и где его будет снимать и о чем говорит громкое название, узнаем сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящее время в реестр Дагестана включены 36 розничных рынков, на которых регулярно ведутся проверки соответствия их требованиям законодательства. О наведении порядка на розничных рынках республики также рассказал заместитель министра по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли Республики Дагестан Тамерлан Буганов. За четыре месяца текущего года в ходе рейдов проверено 2600 объектов розничной торговли. На налоговый учет поставлены почти 4000 субъектов малого предпринимательства. Отметим, что в Дагестане проводится ежемесячный мониторинг реализации пунктов дорожных карт. В Центральной больнице города Махачкалы прошла научно-практическая конференция врачей от ларингологии Республики Дагестан, посвященная 80-летию профессора доктора медицинских наук Гаджимурада Гаджимурзаева. Подробности с места событий расскажет Абдулла Алиев. Конференция проводится ежегодно в августе. Главная цель – обмен опытом специалистов в области аториноларингологии. Повышение эффективности диагностики, лечения и реабилитационной помощи больным. Мероприятие приняли участие специалисты из разных регионов России и Азербайджана. Каждый раз мы ставим такую цель, что наши молодые доктора, выслушав наших именитых профессоров, возьмут для себя хотя бы пациентов 10-15 от того, что сказано, и они будут внедрять на местах то, что получили знания, то, что получили рекомендации от наших профессоров. Выступающие обозначили наиболее актуальные вопросы диагностики и лечения лорзаболеваний и основные направления развития специальности. Они подчеркнули, что необходимо внедрить в практику инновационные диагностические лечебные методы. Оригинальная конференция научно-практическая, она настолько важна и нужна для практического здравоохранения не только Северного Кавказа, но и всего юга России, поскольку речь идет о научном и клиническом выходе тех достижений, которые мы в течение этого года имели не только по югу России, но и по всей стране. В завершении конференции провели круглый стол, где каждый желающий мог задать интересующий его вопрос профессорам. Формат круглого стола проходил в форме живого общения. Абдулла Алифгилач, Курбан Алиф, телеканал ННТ, Махачкала. А сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Ларианы Шамхалаевой. В Дагестане стартовал Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии-2017». Проект направлен на сохранение и пропаганду традиционных культурных ценностей и самобытности российских народов. Активные журналисты в течение года отправляли свои работы организаторам телепроекта. За последний месяц комиссия отобрала лучшие передачи. Порядка 300 работ вышли в финальную часть. Специально приглашенные эксперты определят победителей. Торжественное закрытие назначено на 6 августа в Карабудахенском районе в санатории Каспий. Выставка «Печатные уникальные графики. Обыкновенное чудо» открылась в Театре поэзии в Махачкале. На выставке представлено более 40 работ. Произведения написаны учениками заслуженного художника Дагестана Юсупа Ханмагомедова. Посетить выставку может любой желающий абсолютно бесплатно. Ежедневно до 31 августа. Житель Ногайского района Дагестана предстанет перед судом по делу о попытке выехать за пределы России и вступить в ряды боевиков. Прокуратура Ногайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алимхана Магомедова, который в июле текущего года попытался выехать на территорию иностранного государства, чтобы вступить в ряды запрещенного вооруженного формирования. Жительницу Грузии привлекут к ответственности за пресечение госграницы России 15-летней давности. Женщина из грузинского села Сарусок Варельского района незаконно пресекла государственную границу России через перевал Мушак в 2002 году. С этих пор местонахождение преступницы не могли установить. В июле 2017 года Магомедова явилась в правоохранительные органы с повинной. Отметим, что такое правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет. Однако лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло 15 лет. Горная местность – известные личности. Молодые дагестанские кинематографисты планируют съемки короткометражного исторического фильма. Тизер к фильму ребята уже опубликовали. Видя интерес и отклики людей, в скором времени намерены приступить к работе вплотную. Где проходили съемки, что покажут кинематографисты и какую историческую личность сыграет главный герой, смотрите в сюжете у Майи Брагимовой. Харень, вернись на исходную. Мы простим тебя. Тебе надо еще раз пробежать. Так дубль за дублем в Буйнакском районе проходили съемки тизера исторического короткометражного фильма «Горный перевал». Сейчас актерский состав изучает свои роли, учит слова. Ведь завершить работу ребята планируют в три недели. И в этот момент Горец ему придает надежду, типа ты не один. И в этот же момент у него появляется улыбка на лице на мгновение и сразу бау, выстрел, он падает. Режиссер детально объясняет одному из главных героев тонкости актерского мастерства. Сценарист затронул историческую тему, а главный герой никто иной, как известный в Дагестане поэт Ильчи Казак. Я взял его за основу, взял его молодость, пока он не созрел, так сказать, чтобы писать такие стихи, которые он писал в дальнейшем, такие тяжелые. И я подумал, в какую ситуацию поместить этого персонажа, чтобы из него получился такой казак, который есть, которого мы знаем. И плюс были исторические события. Бахтибеков рассказывает, прежде всего ему хочется показать богатую историю Кавказа. Для этого в фильме будет показан образ имама Шамиля. А для того, чтобы подчеркнуть дагестанский колорит, герои будут говорить на родном языке. Это, по словам режиссера, особенность его фильма. Представьте, аварец со своим акцентом говорит на русском. Это уже как бы не смотрится, это уже теряется в кино. И если они говорят, хорошо на аварском, пускай они говорят на аварском. Также и кумыки на кумыкском говорят, а русский на русском. Конечно, на своем. И плюс, когда, допустим, встречаются кумыки с аварцами, они разговаривают на кумыкском, потому что это был межнациональный язык тогда. Скалы, обрывы, ямы. Все это должен преодолеть один из главных героев фильма – Карим. Он в роли разведчика имама Шамиля. Играть в этом фильме, актер признается, будет сложнее, чем в предыдущих короткометражках. Ведь в исторической работе важна каждая деталь. Но что главное, говорит Карим, некоторые кадры должны быть отсняты с первого дубля. В чем он убедился при съемках трейлера. Первое. Я прыгал с обрыва четыре раза без дублера. В Голливуде нельзя так делать. Поругают. Потом делали грим, который я ненавижу. То есть раньше ты не делал грим? Делал, и этот грим я ненавижу, потому что все липнет. Семь месяцев на написание сценария, три года консультации с самыми разными историками. Ошибки недопустимы, говорят режиссер и продюсер фильма. Но при этом рассказывают, что только 50% фильма основано на реальных событиях. На документальность картина не претендует. Сегодня люди мало читают книги. Допустим, их не увлечешь этим чтением рассказов. То есть очень мало процентов людей сегодня читают книги. Но больше всего смотрят фильмы. Поэтому мы считаем, что через фильм мы сможем донести до людей информацию о наших славных предках. Кинематографисты настроены серьезно. Уже в ближайшее время, а именно в ноябре этого года, начнутся съемки фильма. После ребята намерены отправить фильм на международный кинофестиваль, где он, по их мнению, получит достойную оценку. Ума Ибрагимова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Две медали высшего достоинства привезли дагестанские борцы вольного стиля соревнований в Финляндии. Там, в городе Тампере, 1-2 августа проходило молодежное первенство мира. Минувшую ночь у чемпиона встречали в Махачкалинском аэропорту. Едва чемпиона успели спуститься с трапа, как оказались на руках у болельщиков, которые восторженно подкидывали их вверх. Несмотря на позднее время суток, разделить радость победы махачкалинца Абдулла Ахмедова и хасавиртовца Шамиля Мусаева прибыло несколько сотен человек. Каждый из них хотел лично поздравить борцов за воеванием самой престижной награды в юниорской возрастной категории. Все те ребята, которые становятся чемпионами мира по молодежи, это уже резервы сборной команды. Это уже они члены сборной команды, которые имеют каждое право участвовать в Олимпийских играх. Он стал чемпионом мира по молодежи. Это уже большое дело. Это запас, запас, как мы держим холодный, пресный водой. Вот такой же запас вольной борьбе дагестан. На импровизированном митинге выступали директора спортивных школ, родственники и личные тренеры спортсменов. Чемпионам желали новых побед, а главное не останавливаться на достигнутом. Уже совсем скоро борцам предстоит выступать среди взрослых. Начиная сезон, Ахмеду Абдулла стал чемпионом Дагестана, был победен из КФО, потом выиграл Россию. И он шел к этой цели. Конечно, мы думали, что он должен стать чемпионом, и он оправдал свою надежду. И надежду своих тренеров, наставников. Две золотые медали дагестанских вольников помогли сборной России стать второй в общекомандном зачете. Ума Ибрагимова, Курбан Рагимов, Гилач Курбан-Алиев, телеканал ННТ, Махачкала. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 60 рублей 32 копейки, евро 71 рубль 68 копеек. А это были все новости к этому часу. Еще больше новостей вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!